привет красавицы мои продолжаем про базисный гардероб начали мы с джинс теперь переходим к белой сорочке потому что это больше всего подходит к белой блузке джинсом и в принципе ко всему и к блейзеру и обычные юбочки в общем априори белую сорочку принято считать классикой скорее мужского гардероба конечно но уже давно если подумать то белая сорочка давно уже стала необходимым предметом женской одежды и все же многие дамы пока пренебрегают и я тоже вот сознаю что я ношу лучше скорее футболочки но если вы работаете в офисе если вы хотите всегда свежо выглядеть воротничок белую сорочку можно очень красиво варьировать с утра пошла вечером какие-то аксессуары платочек цепочка сумочка и жилет и все совершенно выглядит по-другому и так белая сорочка быстро пачкается слишком чопорная слишком застегнутая на все пуговицы иногда бывает или слишком мнется слишком белая кажется что быстро замараешь тоже такое есть правда короче все слишком и отношение к ней неоднозначное но жаль конечно выглядит всегда свежо как белый лист бумаги рисуй все что хочешь я имею ввиду украшение аксессуары и варьируй как хочешь и красивая белая сорочка хорошего покроя по размеру это настолько женственно шикарно непринужденно гламурно просто но это же очевидно и пришло время убедиться в многогранности этого минималистического предмета одежды а если вы уже в этом убедились сами то вы обязательно узнаете что-то новое с воротничком или без него закатанными рукавами с распахнутым воротом с жестким или круглым отложным воротничком заправленная в джинсы или выпишенная сверху общем вариаций очень много есть десятки вариантов использования белой сорочки и масса возможностей идти вместе с ней через сезонные эпохи создавать образы кстати с галстуком мужским никогда не пробовали попробуйте мужской образ женский гламурный богемный школьный остается только выбрать хорошую модель и вы на верном пути мы здесь именно для этого я вам расскажу ну краткая история белой сорочки если кому интересно я вас не буду утомлять существовало уже давным-давно посмотрите исторические картины везде были белые сорочки с кружевом кружева появились и фламандские французские все было это безумно дорого все это украшали воротнички и сорочки в общем в средние века уже носили но в те времена ее использовали скорее как нижнее белье и жены носили сорочку точно так же как и мужья и днем и ночью чтобы грудь была не так заметно церковь советовала им прятать грудь под повязку помните есть был такой стиль выбритый лоб плоская грудь в общем но я не буду сейчас углубляться и так в девятнадцатом веке жорса жорса первой надела мужской костюм но в ее случае это не было кокетством писательница носила мужские брюки сертуки и сорочки из экономии а также для того чтобы тайно бывать в тех местах куда пускали только мужчин сегодня вечером никакого секса маленькое отступление в середине века женщины не говорили не сегодня вечером дорогой у меня мигрень они так не делали они просто не снимали сорочку чтобы дать мужу понять что этой ночью о сексе нечего и думать интересное отступление правда если надеть красивую длинную сорочку там лину или хлопчатобумажную с красивыми кружевами до пола то можно и обойтись без отказов оказывается в двадцатых годах женщины избавились от корсетов стали в общем продолжительность жизни конечно увеличилась потому что корсеты очень сильно стягивали талию дышать было нечем и оттуда все идет вот эти вот внезапные обмороки и еще упомянуть об этом за ужином например когда вы хотите поддержать компанию в деревнях рассказывают что жены солдат получали окровавленную рубашку мужа погибшего в бою мило не правда ли впрочем во многих странах в былые времена любили демонстрировать ночную рубашку новобрачной или простыню помните в разных фильмах пятно крови на которой подтверждала потерю девственности и девственная белизна сорочки до сих пор имеет мощное символическое значение вот задумайтесь об этом что несет с собой белая блузка какой посыл когда вы ее одевать чистоту женственности естественно если вы это обограете неприкосновенность какую-то в общем какую-то свежесть утреннего восхода солнца и в общем в то же время она может быть очень очень элегантно выглядеть ну ну дальше от блузки к сорочке мусы скандалы гэдрин хэбберн или застегнутый воротничок свободной женщины она участвовала вместе с марлен дитрих разумеется популяризации широких брюк на женщинах марлен дитрих если вы помните носил мужской костюм шляпа ее самая знаменитая такая выгнутая бровь это немецкая триза 40-х годов 30-х и стоит отметить ее любовь к шляпам но вернемся к хэбберн в общем застегнутый воротничок иногда галстук даже так как она носила белую сорочку ее спортивная элегантность оказала большое влияние на моду потом белая сорочка очень хорошо подчеркивает контраст например черный галстук белая черно-белая буржуазно-богемный стиль тоже относится к белой сорочке сорочка инесс я как где-то читала ее даже книгу про парижанок и ее стиль и этот предмет гардероба словно слился с ее телом в единое целое и она лучше всех умеет сочетать сорочку самым простым базовыми вещами и так существуют различные модели переходим к моделям как и с чем носить классическую белую сорочку существует не одна десятки белых сорочек в общественном сознании она обязательно сшита из поплина из поплина также шьют бизнес сорочки для мужчин ну вот чтобы вы знали что такое поплина слегка накрахмалена имеет классический воротник пуговица рукава планку обычно здесь на груди ничего подобного сорочка может быть из льна из хлопка с лайкрой из джерси шелка поплина и в общем все что угодно с классическим воротником или круглым отложным или на стоечке или вообще без воротника у нее может быть один или два на грудных кармана погончики на плечах это уже больше милитари и сорочка способна сделать вас похожей на парня на маленькое хрупкое создание или на атомную бум в общем все смотря что выбрать это нам очень нравится она может быть велика или сидеть по фигуре ее имеет смысл завязать было узлом на уровне пупка застегнуть до самого горла показать дегольте или вообще носить просто расстегнутой и в белой сорочке можно быть и шикарный и модный и непринужденный и изысканный и серьезный и сексуальный какой угодно скажите-ка этих аргументов достаточно чтобы вы ее купили или нет классическая приталенная она может быть из любого материала но у нее так называемый классический или прямой воротничок и чтобы ваша сорочка хорошо выглядела без колебаний выбирайте смесовую ткань то есть смешанную из хлопка с эластаном чтобы больше было облегание а есть сорочки боди которые заправляются и застегивается в там в общем вы поняли они очень практично особенно для любительниц заправлять одежду в брюки как и с чем носить классику нет ничего красивее сочетание нашей героини с джинсами и блейзером при любой температуре на улице на белой сорочке не застегивают минимум три верхние пуговки чтобы не выглядеть как монашка если у вас чувствительные бронхи наденьте к ней шарфик я имею виду под воротник под белую сорочку тогда она не так замарается добавьте индивидуальность выбирайте джинсы с нормальной талии если сорочка приталенная но не выбирайте джинсы зауженной талии как я уже говорил потому что все это будет вылазить и висеть как фартук заправьте ее внутрь а как правило расстегнутые или убранные джинсы сорочки наденьте темно-синий блейзер можно тоже не забудьте балетки и вот вы уже обладательница самого шикарного наряда представители самых разных поколений а вечером можно сменить балетки на темно-синие или черные замшевые туфельки на высоких каблуках и вот уже более вечерний игривый вариант или приколите брошку со стразами на лацком и немного закатайте рукава чтобы показать несколько золотых браслетов тоже вариант на губы нанесите красную помаду соберите волосы в небрежный пучок и вы чертовски сексуально дальше идет мужская сорочка но небольшое отступление мужские варианты всегда застегиваются не справа налево а слева направо и там вообще совсем другой покрой плеч и если у вас спущенная линия плеча линии рукава втать втачивание рукава то нужно быть очень осторожны чтобы не выглядеть горбатой сзади потому что на мужских сорочках обычно там две или несколько складочек для на лопаточной зоне где кокетка я имею ввиду но если имеется ввиду мужская сорочка просто мужской покрой скройный по вам индивидуальный то она должна выглядеть как бы я одолжила ее у своего парня и первый выбор ткани это конечно стопроцентный хлопок вот она должна быть мягкой и гладкой на ощупь этот хлопок потом а особое внимание изучите воротничок слишком высокий слишком жесткий слишком прямой воротник или все это сразу и вы сразу выглядите как банкир знаете есть такое выражение белые воротнички то есть это как бы такое в негласное без напоминаний выражение для мафии белый воротничок пусть даже вы обожаете банкиров которые могут оказаться бесценными друзьями особенно во время сумасшедшего шопинга то же самое относится к тонким пластиковым и вставкам которые поддерживают воротничок но вам-то они не нужны у женщины шейка тоненькая в идеале хрупкая и вот эта хрупкость она должна сохраняться вот эти пластиковые вставочки просто вытаскиваете и воротничок тоже должен быть мягким затем нужно найти свой рост но не думайте что все мужчины ростом 190 как в наших мечтах не некоторые едва дотягивают до метра шестьдесят как том крус например и носит рубашки куплены в магазине да да и поэтому на вопрос если мой рост мужском отделе ответ такой да конечно есть ищите девочки на второй вопрос могу ли я убить одним ударом двух зайцев и позаимствовать сорочку у мужа ну конечно если он одного роста с вами у вас одинаковый вес и у него ваша фигура как я уже сказала будьте аккуратны с вот этой кокеткой сзади если не плеча как и с чем носить ну понятно тут джинсы лоферы все что угодно подойдет только здесь нужно соблюдать опять же длину как вы ее заправляете блейзер особое внимание мягкая шелковая сорочка это уже совершенно другой вариант это женственность это блеск на линии груди если она из настоящего шелка это такая обтекаемость и шелковая сорочка это исключительно женская вещь и без нее не обойтись в шикарном гардеробе она мягкая воздушная невесомая честно говоря красивая шелковая сорочка она не совсем белая она скорее цвета сливок цвета слоновой кости но мы же не станем мелочиться из-за такой ерунды правда и чтобы быть совершенно честными скажем шелк ткань роскошная дорогая не имеющая равных по своей мягкости комфортности и тому как она ложится на линии груди вообще полностью на фигуре в общем стоит эта ткань дорого конечно и как правило шелковая сорочка достаточно свободная и не совсем облегает фигуру иначе вы рискуете на линии груди вот эти пуговки все время будут оттопыриваться и видно все будет это некрасиво когда ли планка впереди натянута вот и если чес если часто шьют с двумя карманами на груди и даже с погончиками на плечах ну априори очень нарядно она тем не менее носится с утра и до вечера но есть еще и синтетический вариант я об этом даже не могу вам судить самим о ваших приоритетах что лучше экономить или пахнуть хорошо потому что настоящая шелковая сорочка на духи очень долго хорошо держит а вот синтетические ткани синтетические сорочки естественно сразу под и запах и все в этом духе ну днем носить можно с красивым костюмом и с брюками дудочками с пиджаком с лодочками с длинными бусами и жемчуг очень хорошо сочетается и вы выглядите как грета горбол в общем можно даже и смешивать стиле это на высший шик вечером вы можете облачиться в юбку карандаш блузку надеть с легким напуском рукава не закатывать а просто их застегнуть чуть выше есть еще такой вариант когда воротничок не остренький а закругленный это клодин сорочка очень женственный вариант отложной воротничок закругленными краями такие воротники подходит маленьким послушным девочкам и вы поняли что я имею ввиду но может быть и вы его носили сегодня сорочка с таким воротничком обязательно в гардеробе взрослых женщин для создания образа инженю и высшей степени женственного но при этом не регрессивного в общем в любом возрасте вы можете надеть сорочку с таким воротничком не боясь что вам предложат леденцы и заставят спать после обеда это шутка конечно даю справку что почему он так называется этот воротничок клодин в 1900 году писательница коллетт в опубликовала воспоминания о детстве 4 книги в одной коллекции под общим названием клодины автор позирует общем на обложке в темном в темном наряде с круглым отложным воротничком и у меня нет этой книги посмотрите покопайтесь в интернете этого оказалось достаточно чтобы воротничок окрестили клодин англосаксы называют такой воротник питер пен но если внимательно посмотреть на наряд питер пена то он скорее носит очень открытую рубашку пола странные они эти англосаксы ну и с чем носить такую сорочку с закругленным воротничком особенно хорошо выглядит когда его надевают под что-то на самом деле сорочка не имеет никакого значения важен знаменитый круглый воротничок можно на белую сорочку одеть кашмировый например свитер без воротника черный а манжеты и вот этот воротничок чтобы выглядывал очень красиво смотрится ну пусть он этот свитер кашмировый джемпер с круглым вырезом антрацитовый черный темно-синий светло-серый цвета все подходит главное чтобы выделялся белый воротничок и добавьте красивую слегка расклешенную юбочку до колен ну если зима на дворе колготки какие-то шерстяные непрозрачные и не стоит надевать балетки которые слишком подчеркнуть образ первоклассницы к такому воротничку лучше выбрать сандалии из натуральной кожи с деревянными каблучками или шведские саба например если вы очень молоды щепетильный или совсем не мерзнете вы можете вместо колготок надеть толстые шерстяные носки или гольфы или клетчатую юбочку в общем возьмите портфель из натуральной кожи и наиболее подходящий к воротнику клодин ансамбль готов вечером вы надеваете маленькое черное платье под него сорочку с воротничком клодин из и колготки с вышивкой гладью и черные лодочки и вот вам вечерний образ если вас куда-то пригласили после работы не забудьте красную помаду и подводку на глаза вот в общем такой вариант девочки спасибо что слушаете меня и я жду вас на следующих выпусках мне нравится и жду ну не дождусь когда будет про черное платье обожаю этот предмет гардероба ну еще добавлю что какой фасон лучше носить и по типу фигуре об этом я еще пока не сказала если но я только сказала если у вас большая грудь то приталенная сорочка обычно слишком обтягивает и грудь будет выделяться лучше ее уплощать вот как бы такую более широкую модель кажется что пуговица вот-вот отлетит если неправильно выбрана модель или к огромному удовольствию вашего коллеги за соседним столом или вашего соседа который едет вместе с вами на лифте и не сводит глаз вашего дегольте ну так неприятное отступление единственный способ избежать этого выбирайте модель действительно вашего размера чтобы по груди было пусть сзади будет балахон зато впереди будет закрыта вам нужно будет обыграть это все или одеть какой-то жилет сверху или что-то такое чтобы спинку спрятать и ни в коем случае не обтягивать где в районе без галтеров сзади спинка вот эти все жировые отложения сильно обтянуты и вообще некрасиво смотрится вы этого не видите в общем лучше намеренные дегольте чем готовые пуговки которые лопнут если у вас полные руки сорочка обычно морщик под мышками тоже горловина вернее окат рукава должен быть чуть чуть ниже выше больше больше в общем чем обычно если у вас полные руки потому что будет врезаться желтые пятна тут же это совсем некрасиво и если это ваш случай выбирайте только модели с эластаном например ну чуть больше размера они подстроиться под ваши формы обеспечит больше свободы движений зато пусть будет ткань с эластаном если у вас несколько полноватая шея ни в коем случае или там маленький двойной подбородочек не выбирайте круглый воротник потому что это только только подчеркнет ваш овал лица который совершенно не подходит для тех у кого полная шея вам нужно выбирать либо треугольный вырез чтобы шея визуально удлинялась а если такого нету значит вам нужно первые несколько пуговиц не застегивать верхние пуговицы в общем это изящная ткань мягкость создает впечатление что вы намного стройнее очень еще небольшое отступление очень важно выбирать правильный бюстгальтер конечно же это же сразу видно ткань тонкая белая прозрачная не дай бог или еще что-то которое просвечивает все эти нюансы которые мы не видим со спины белая сорочка она как бы случайно открывающая полосочку кружев это красиво это великолепно но суть в том чтобы это выглядело ненавязчиво и не было вульгарно поэтому забываем о бюстгальтерах а бюстгальтерах которые грудь поднимает пашап вот этот пушап и а вызывающим нижнем белье наподобие красного бюстгальтера на косточках и без бретелей все это будет отпечатываться вываливаться не нужно мешать все это никаких спортивных бюстгальтеров из хлопка тоже но об этом вы наверное уже и сами догадались выбираем изящные треугольники из кружева например у кого маленькая грудь телесного цвета или слоновой кости бюстгальтер может быть черным но он смотрится немного как бы необдуманно случайно сейчас уже это мне кажется никто и не носит и летом ну летом можно позволить себе яркие цвета лимонный оранжевый коралловый если живые если же воспитание или работа в совете министров запрещает вам всякое отступление отправил даже ни в коем случае не одевайте цветной бюстгальтера белое на белом это двойной белый не забывайте лучше выбирать телесный цвет который не бросается в глаза как белое на белом тоже неправильно как правило под белую одежду будь то сорочка или футболка лучше выбирать конечно же телесный цвет логично логично но аксессуары вы уже сами конечно же будете подбирать